Механизм международных отношений Механизм международных отношений Механизм международных отношений Это очень распространенное мышление, особенно в неразвитых странах, этнических сообществах И не надо понять, почему это так Люди недостаточно хорошо понимают сущность силы Скажем, повторяя известные слова Нажды о том, что сила рождает право Даже в этом случае не понимают смысл сказанного Он говорил о том, что если хочешь, чтобы твои права уважали, то должен быть сильным Но у нас это воспринимается по-другому Какое право, какой закон, все дело в силе и точка Тогда и возникает эта ложная идея Что необходимо лишь быть сильным Но если сила рождает право, то откуда рождается эта сила? Где ресурс силы? Люди говорят, мы должны вооружаться, должны иметь деньги Да, но откуда все это? Откуда все это начинается? Такими вопросами не всегда задаются Поэтому и трудно понимают, что означает самоопределение Самоопределение – это выбор и личности, и сообщества, народа Сделанный в условиях универсальной неопределенности Видите, как интересно О каком выборе идет речь? Личность, общество, делает политический выбор Сознает свое право Проясняет объективный мир вещей и явлений Свои цели Свою позицию И находит ресурсы для осуществления своих стратегий Все очень просто Кажется, что да Все так и происходит Но нет Часто бывает не так Люди либо становятся хозяевами Что приводит к суверенности Либо подчиняются своему окружению Это очень интересно Либо одно, либо другое Личность говорит «Я и есть мой хозяин» Сообщество говорит, что мы являемся своими хозяевами Основа самоопределения заключается в этом Какой механизм при этом срабатывает Это тоже очень важно Скажем, человек сел подумал Или сообщество подумало И сказало, что вот так-то, так-то Что происходит? А происходит очень интересное явление Формируются взаимоотношения Между позицией этого человека Или сообщества И тем объективным миром вещей и явлений В котором он, оно самоопределились То есть происходит взаимодействие Почему это важно? Потому что такое взаимодействие И рождает процесс становления Самоопределившегося субъекта Естественно, что когда создается новая ячейка Назовем самоопределившееся сообщество ячейкой То она обладает некими качествами Имеет какие-то амбиции Заявляет какие-то вещи, которые не нравятся окружению Любое нововведение является таковым Что происходит? Окружение пытается подавить эту ячейку Это закон Сразу со всех сторон пытаются подавить Заставить молчать этот самоопределившийся субъект Чтобы порядок вещей никак не поменялся Если сообщество намерено настойчиво постоять за свои права То в этой ситуации очень скоро происходят перемены Каким-то субъектам начинает нравиться эта новая ячейка Так как ее можно использовать против других Это и есть самый фундаментальный механизм В котором уже самоопределившийся субъект Находит силовой ресурс Осознанное право и готовность бороться за это право Рождает силу Видите откуда идут истоки силы? Как она ее рождает? Энергия к ячейке приходит извне Вот те, кто уже разделились И нескольким из них эта новая ячейка Выгодно дают ей энергию Чтобы она усиливалась В этом состоит сущность человеческой жизни Будь то на уровне личности или сообщества Мы говорили о самоопределении армян-арцаха Которого привело к всеобщему самоопределению армянского народа На почве арцахского вопроса Произошел тот же процесс Люди прояснили свои права Сформулировали их Обратились к окружающему миру Который начал их давить с одной стороны А народ Армении очень скоро поддержал их Создался баланс Мир сразу попытался надавить Еще во времена Советского Союза Была реализована операция «Кольцо» Все мы хорошо знаем об этом Всячески пытались подавить самоопределение народа Даже когда все шло к независимости республики Армения В Армении тоже появились силы Попытавшиеся подавить движение Так как действительно менялись существующие реалии А люди боятся этого Я приведу один интересный пример Чтобы мы увидели Какой мощной силой является самоопределение Не будем далеко уходить Как создавала свое государство соседняя Турция Во время Первой мировой войны Все мы знаем эту историю Турки два раза самоопределились Первый раз Когда решили, что должны вступить в войну Чтобы истребить христианские народы Османской империи Так как почувствовали Что сами слабеют Это привело к событиям 1915 года В основном истребляли арнастские народы Греков, ассирийцев Все это было заранее запрограммировано Это доказано, не так ли? Они так решили Это было сделано осознанно Есть документы, свидетельствующие о том Что это считалось для них единственным путем Однако в 1918 году Они потерпели поражение в войне Вот это самое интересное В войну проиграли Государство развалилось Даже эта центральная часть На которой сейчас расположена современная Турция Была в развальном состоянии Британцы вошли в Турцию Арестовали султана Или подчинили его своему влиянию Вырабатывали различные планы раздела империи Армию ликвидировали Видите? Армия разрушена Всего захвачены Везде грабеж, резна, подавлен народ Но что они сделали? Снова самоопределились В 1919 году нашелся известный офицер Которого впоследствии назвали Ататюрком Я сейчас немного, как сказку все это рассказываю Чтобы вы поняли логику Ататюрк заявил на весь мир Мы ничего не признаем Он обратился ко всем Будь вы Британия, Франция, кто бы то ни был Ваши решения для нас неприемлемы Вы для нас не существуете Это очень важно Потому что показывает Как это все осуществляется В Арцахе было сделано то же самое Армяне Арцаха обратились к советским властям С требованием решить этот вопрос Получив отказ, они заявили Что нас ничего не интересует Мы не подчиняемся вашим решениям И это во времена Советского Союза В тоталитарном государстве Народ говорит, что не подчиняется И начинает неповиновение Союзному Центру Так же начиналось и в Турции Они каким-то способом Собрали великое национальное собрание Как они его назвали Основное на авторитете Ататюрка Создали правительство Начали собирать армию И это на фоне того, что победители Разрабатывали планы Мы тоже имели там долю Но сейчас не хочу вдаваться В то, как они все поделили Что кому досталось Турки не только заявили Что они более не подчиняются А также сказали Что забирают всю эту территорию И будут строить свое государство Что случилось потом? Случилось то, о чем я говорил Политический мир разделился В своих позициях Сначала в тайне переговоры С этой турки начала Италия Затем присоединилась Россия Мир разделился Когда мир разделился Турки начали получать силу Ведь мы уже знаем Откуда эта сила идет Ведь мы уже знаем Откуда эта сила шла Говорят же Ленин, Ататюрк Видите Золото, оружие Шло потоком Зачем? А для того, чтобы эти страны Могли использовать Эту новую ячейку В своих интересах Каждый думал об этом Один за другим Начали наводить отношения С новым центром силы И турки В итоге Турки победили всех Это классический пример Я бы даже предложил Чтобы он был включен В школьные учебники Потому что действительно Турция была создана В тяжелейшей ситуации С ней можно сравнить Лишь нас Так как мы находились В еще более тяжелой ситуации В вопросе Арцаха Которую мы тоже Тогда победили Видите? Вот это примеры Которые показывают Как это становится реальностью И как мной представлены Тезисы о том Что осознанное право Рождает силу Здесь проявляется Со всей очевидностью Если мы взглянем На другие примеры То увидим Другие попытки И совершенно Несознательные Сообщества Например Каталония Удивительно Люди полностью На правом уровне Через парламент Провозгласили Свою независимость По логике вещей После такого заявления Испания уже Становится соседним государством Не так ли? Ты уже не являешься Частью Испании Но что сделала Каталония Тогда, когда только Испания заявила Что будет судить За то, что они Занимаются Антигосударственной Деятельностью Нарушив Конституцию Ощутила Первичное давление Пригляделась К другим странам И заметила Что мир Смотрит со стороны Обеспокоившись Что возникает Прецедент В Европе И так далее Лидеры Каталонии Сбежали Другие государства Они сбежали Из имиджа Провозглашенного Государства Евросоюз Дескать Спасите нас Это прекрасный пример Того Что эти люди Совершенно не знают О том Что такое самоопределение Вообще Не осознают Этот механизм Становления Нового субъекта Они должны были Заявить Испании Извините Но как соседние Друг другу И государства Мы должны Прояснить Наши границы И так далее И так далее Признать друг друга И жить мирно Испания Оказалась бы В глупой ситуации Согласитесь Она применила бы силу После этого Мир разделился бы По этому вопросу Часть бы Осудила ее действия Сказав Что каталонцы правы Однако Каталонцы Этого не поняли Вот вопрос И завис в воздухе Еще один пример Курды Помните Как в Иракском Курдистане Они убедительно заявили Что уже 20 лет Не существует Государство Ирака Говорили Что мы устали Сколько можно так жить Мы хотим Свое государство И вроде начали Заниматься этим вопросом Правей Лишь какой-то референдум Не дойдя даже До объявления Независимости И как только Началась Ожидаемая Стадия Давления Их президент Выходит из игры Не знаю Что там происходило Конкретно Но они разделились Произошел надлом И вопрос Исчерпался То есть Не было проявлено Никакого понимания Этого же Механизма Самоопределения Итак Как так случилось Что туркам удалось Во время развала Османской империи Самоопределиться А мы подверглись Тогда геноциду Получается Что не было Вообще Никакого понимания Феномена Самоопределения И естественно Механизма Его осуществления Среди армянских Деятелей Вообще Не было понимания Того Что этот механизм Означает И когда читаешь Документы Того времени То видишь Что-то удивительное Страна шла к войне Турки работали Над своим планом Уже было понятно Что империя Дает трещины Но армянские партии В первую очередь Дашнактюн Которые бороли За конституционный порядок В Османской империи Конституционный порядок Разваливающийся в стране Ощущаете Как все это интересно То есть армяне Вообще не осознавали Мир вокруг себя И не владели Механизмами Самоорганизации В какой-то форме Единственной нацией Которая владела Ими Были турки Они же и одержали Победу За счет других Откуда все это идет Уже второй вопрос Почему все так сложилось Видимо потому Что мы имели Своё специфическое Мировосприятие И не только мы В этом регионе Мировосприятие Неспособность Обеспечить Выбор народа В ситуации Неопределенности В чем состоит Сущность этого Мировосприятия В том Что Мол Мир против нас Та же ложно понятая идея Что сила Рождает право Мы слабые У нас нет покровителя Видите Какие причудливые Псевдополитические тезисы Такое Мировосприятие Может порождать Только чувство Бессилия До сих пор Есть такие люди Много есть армян Которые так думают В те времена Это вообще было догмой Соответственно Должны были возникнуть Или идеи о том Что надо идти на смерть Или идеи о смирении Пока превалирует Такое мышление В общественном сознании Невозможно Осознать смысл того О чем я говорил Смысл феномена Политического самоопределения Абсолютно Люди смеются Над понятием Самоопределения И сейчас тоже смеются Интересная вещь В итоге Они так и не знают Откуда Берется Сила Для переосмысления Описанного положения Очень важны Обсуждения Феномена силы И неважно Если многие люди Приведут встречные доводы И сейчас Такое происходит Постоянно Я помню Что даже сразу После Карабахской войны Когда говорилось о том Что мы смогли Добиться успеха Многие люди Имели довольно Интересную позицию Согласно которой Кто только не победил В этой войне Кроме нас Кто мы такие А вот если бы Не было КГБ Мол им была выгодна Наша победа То все Много раз люди Задавали вопросы Мол КГБ было вот таким А ЦК таким Если бы не они То как мы Достигли бы этого Я отвечал Какое нам Дело до этого Меня это совершенно Интересовало Потому что да Если ты существуешь Как ячейка То они свои позиции Меняют Начинают использовать тебя Усиливать тебя Сейчас нет ни КГБ Ни ЦК Ни даже Советского Союза А Карабах и Армения есть Либо люди понимают Что означает Самопределение И как формируется Суверенный субъект Либо не понимают Везде видя Чужие торчащие уши О чем говорят в Армении Вот Сорос Всем покровительствует Раньше говорили КГБ Умрет Сорос Умрет Сорос Найдут кого-то другого То есть постоянно Существует Эта идея Покровительства Когда Шлобода Сквери Маштоц В Ереване Мы участвовали Я наблюдал Интересную вещь Полицейские Все пытались понять Кто стоит За протестующими Они понимали Что может быть так Что человек Сам пришел бороться Полицейские говорили Протестующие Мы знаем Чужие торчат за вами И это ведь Глубокое убеждение Поэтому-то Они и проиграли То же самое В этом революционном процессе Что говорили В 2018 году О чем бы люди Не говорили Им отвечали Кто такие Эти люди на улицах Кто они такие вообще Чтобы здесь Что-то решать Есть олигархи Есть хозяин силы За ними стоит Россия Есть серьезные Вопросы На стороне И вдруг Что произошло Вы никогда Не убедите Этих людей Почему? Потому что Эти люди считают Что общество Не может иметь Собственную программу Как это может Общество иметь Собственную программу Да еще Реализовывать ее Такого не бывает Реализуют их те У кого есть связи С евреями Или те же самые Евреи Или масоны Или ну сейчас КГБ нет Найдут кого-то ФСБ ЦРУ Видите Какое глубокое Убеждение На котором Строятся Различные Манипуляции Но факт в том Что в любом месте Здесь разрушенного Состояния Люди смогли Самоопределиться Смогли создать Упорядоченную Систему Эта энергия Приходит сама Это закон Думаю Мы сегодня Поняли В чем Источник силы Упорядоченную Упорядоченную Системь